На Пасху в любом случае следует идти в храм. Есть одно замечательное слово, огласительное, святитель Иоанна Златоуста, одного из величайших отцов и учителей церкви. Оно было адресовано христианам Константинополя, но с тех пор каждую Пасху на богослужении читается уже полторы тысячи лет, потому что оно обращено ко всем. И в этом слове, если переводить смысл, переводить на русский язык, сказано, что в этот великий и светлый день придите в храм все и разделите радость Господа, потому что в этот великий день жизнь победила смерть, любовь и милосердие победила, справедливость и закон. И вот в этот день должны эту радость получить и разделить с Господом и постившиеся, и не постившиеся, и те, кто постился весь пост, и кто постился какую-то часть этого поста, и кто в этот пост сделал какие-то дела, милосердие, и те, кто просто намеревался, потому что и Господь и намерение целует, говорит Иоанн Златоуст. И вот на основании этого слова можно точно сказать, что в этот великий и светлый день в храм должны прийти все и разделить эту радость. Другой вопрос, если вот человек или совесть, человек обличает и говорит, вот ты вроде бы не постился, вот тоже приходишь в этот праздник и пытаешься радоваться. И здесь очень важно различать, пытается ли человек договориться со своей совестью в этот день и сказать, что да, я не постился, но вроде Господь простит меня. И с удовольствием радоваться не духовной только радостью, и не столько духовной радостью, а радостью за праздничным столом, набивая свое чрево и не имея радости духа. Но вот когда человек приходит со сознанием того, что да, вот со смирением, со сознанием того, что да, он почему-то не выдержал этот пост, но Господи, прими меня таким, да, и вот следующий пост я, наверное, постараюсь все-таки выдержать, да, постараюсь и не только телесный пост выдержать, но и духовный, и сделать какие-то дела милосердия. И как опять же говорит Иоанн Златоуст, да, что Господь и намерение это целует, да, вот такого человека Господь с радостью примет, и эта радость в сердце человека, конечно, окажется. Поэтому вот нужно очень различать, с каким чувством человек говорит, что вот я не постился, да, как вот я могу прийти в церковь, да, если он пытается оправдать свою совесть, это одно. Когда человек со смирением приходит и говорит, что вот я почему-то не попостился, да, по каким-то причинам, но вот обязательно возьмусь, и следующий пост точно начну поститься. Это уже другое, да, и радость, конечно, будет немножко разной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова